Девушки отдыхают Я Диана Станкевич, мы начинаем Черный список Минлесхоза, строительство медцентра и пособия для многодетных Семейным капиталом досрочно воспользовались свыше 16 тысяч семей На что можно потратить эти деньги? Новая мебель, оборудование и игровая площадка Детская больница готовится к открытию Анастасия Пахлёстова побывала на объекте Чрезвычайное положение в американской Джорджии Стрельба в Аризоне, комендантский час в Сербии Чума с хэппи-эндом Третьего пациента в мире вылечили от ВИЧ Какие врачебные тайны хранят доктора? Конные прогулки, картинг и полет на самолете Как еще этим летом отдохнуть в Бобруйске? Анастасия Шевцова собрала топ развлечений Детский мир Строительство садика в 7 микрорайоне близится к завершению Рабочие заканчивают третий этаж Вскоре, как сообщается, займутся крышей Общая площадь игровых спален и других помещений составит без малого 2350 квадратных метров Внутри оборудуют бассейн На улице смонтируют веранды, горки, качели и карусели На сегодняшний день выполняем работы по кладке То есть это идет строительство, возведение основных несущих стен, перекрытия Фасад будет разного типа в разных местах Где-то декоративная штукатурка, где-то панели Я живу здесь, в 102 доме строителей 102 Очень надеюсь, что я попаду в этот садик На объекте трудятся порядка 70 человек Работают в две смены Планируется, что новый детский сад примет первых подопечных 7 ноября Вопрос строительства учреждения образования в данном микрорайоне Как и учреждения общего среднего образования, так и дошкольного образования Приобретает особую значимость Но не заставляет себя ждать Кроме того, в ближайшем будущем в данном микрорайоне Планируется строительство еще одного детского сада и школы Данная позиция прописана также в распоряжении президента Дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения В детской больнице полностью установлено и налажено оборудование Смонтирована компьютерная сеть Коммуникации призваны обеспечить быстрый доступ к результатам диагностики пациентов На покупку техники ушло без малого 3 миллиона рублей В здании уже появилась мебель Анастасия Пахлёстова узнала, что осталось делать перед открытием Детская больница практически готова Заместитель главного врача по медицинской части Инна Воронова Проводит экскурсию по новенькому корпусу Первое, что бросается в глаза – красочные иллюстрации кистей мастеров и учащихся художественного колледжа На стенах развернулись целые сюжетные линии Можно проследить этапы взросления маленьких белорусов Как растут и о чем мечтают У нас нарисованы дети с аистами на стенах Семья, мама с ребенком Национальный орнамент белорусский Внешний вид палат кардинально изменился Они сформированы в блоке, в каждом по две комнаты В свои места уже заняли шкафы, тумбочки и специальные медицинские кровати Постельное белье пошило фабрика художественных изделий Установлены рециркуляторы, которые позволяют обеззараживать воздух без вреда для находящихся рядом людей Есть раздельный санузел В палатах, где лежат мамы и детки маленькие, появилась связь с постом То есть мама не будет тревожиться, что с ребенком что-то не в порядке Она не может позвать себе медицинского работника Или тревожиться о том, где найти медицинского работника Связь будет осуществляться круглосуточно с медицинским работником Обновилось техническое оснащение лабораторий и процедурных кабинетов Докторов уже научили обращаться с новинками Инна Воронова отмечает Все рабочие места специалистов будут оборудованы компьютерами Сеть обеспечит быстрый доступ к результатам диагностики и документам Это позволит экономить время Для новенькой больницы закупили суперсовременное оборудование Здесь появились новые аппараты для УЗИ и эндоскопии И компьютеры Всего на новое устройство для диагностики и лечения потратили около 3 миллионов рублей Прилегающую территорию привели в порядок Поставили скамейки, высадили кусты и деревья Появилась игровая площадка с деревянными машинками и турниками Все направлено на то, чтобы ребенок поправился быстро Чтобы были довольны родители Чтобы было светлое будущее У наших детей здоровое Главврач Бобруйской центральной больницы уверена После открытия лечебницы маленьким пациентам И медперсоналу станет в разы комфортнее В результате проведенной реконструкции Улучшится качество оказываемой медицинской помощи Детскому населению не только города И пяти прилегающих районов Потому что наша детская больница обслуживает не только детей Нашего города, маленьких бобруйчан, но и пяти районов Точная дата открытия пока держится в секрете Однако врачи и строители уверяют Мальчики и девочки смогут получать медицинскую помощь В обновленной современной больнице в ближайшее время Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко Итоги недели Столичная детская инфекционная больница Возвращается к обычному режиму работы Нагрузка по ковид-пациентам снизилась вдвое Отметил главврач Первый зараженный ребенок поступил в медучреждение Еще в марте С того момента красные зоны оборудовали в восьми отделениях Работа всего персонала была направлена на то Чтобы в общем дети достаточно легко это переносили Больше, наверное, было такой тревоги и паники со стороны родителей И наша задача была успокоить тех, что все будет хорошо Мы работали в эту инфекцию не только с детьми Мы оказывали частичную помощь взрослому населению С различными другими инфекциями Поэтому в общем нагрузка была большая Но мне кажется, мы с ней достойно справились Напомним, ранее Бобруйский онкодиспансер Также перепрофилировали В учреждении провели поэтапную дезобработку помещений В последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику Это касается как количества выявленных случаев инфицирования Так и что наиболее важно количество осложненных форм заболевания Это тех пациентов, где в течение коронавирусной инфекции Осложняется пневмониями За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз И количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз Что позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда Это касается всех регионов, без исключения нашей страны Тем временем, с начала пандемии COVID-19 В мире заболели больше 12,5 миллионов человек Почти 7,3 миллиона успешно одолели недуг Свыше 560 тысяч жителей планеты погибли В Европе растет число новых случаев заражения В США эпидемия набирает обороты на юге и юго-востоке страны Мы собрали все, что известно к этой минуте Всемирная организация здравоохранения Недооценивает риск распространения коронавируса по воздуху Этим обеспокоены ученые из разных стран Они считают, что мельчайшие капли жидкости Которые выделяются зараженными во время чихания или кашля Могут оставаться в воздухе гораздо дольше Чем полагает мировое ведомство Я согласен с тем, что стоит обратить внимание на все способы передачи коронавируса по воздуху И что стоит лучше проветривать помещение Это разумно Единственное, что не было упомянуто в заявлении этих ученых Так это необходимость купировать первичный источник инфекции Другими словами, предотвратить передачу вируса людьми Накануне президент Сербии объявил, что в стране вновь ужесточаются карантинные меры В связи с обострением эпидситуации Вводится комендантский час и разворачиваются 10 дополнительных госпиталей Пятитысячная толпа на центральной площади Белграда пыталась взять штурмом здание скупщины Хулиганы вступили в схватку с полицией Им удалось ворваться в холл парламента Но отсюда их удалось вытеснить Десятки зачинщиков были задержаны Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских Мы протестуем, потому что наш президент решил отменить режим чрезвычайного положения Чтобы провести парламентские выборы А сейчас он снова вводит карантин Свадебные протесты в Риме Возмущены итальянские невесты, которые не смогли выйти замуж из-за пандемии Девушки говорят, что пострадало не только их счастье, но и целые отрасли экономики Они требуют отменить карантинные ограничения Несмотря на то, что церемонии разрешили, многолюдные собрания все еще запрещены Я протестую, потому что хочу замуж Мою свадьбу пришлось перенести на будущий год А ведь я уже все обсудила со священником Но рестораны и салоны красоты с ними не удалось договориться Соединенные Штаты продолжают ставить антирекорды Число заразившихся там превысило 3 миллиона В то же время власти страны заявляют Кривая заражения выходит на плато Вице-президент отметил особую успехи властей Техаса, Аризоны и Флориды Которые еще недавно считались крупнейшими очагами инфекции Я опасаюсь, что число инфицированных у нас в округе снова начнет расти Потому что люди в разгар туристического сезона не носят маски И не соблюдают дистанцию во время посещения пляжей В Гродно начала работу модульная лаборатория для бесконтактного забора анализов на COVID-19 Она установлена у проходной областной инфекционной клинической больницы Главная особенность – отсутствие прямых контактов между пациентами и медработниками Врачи-отпостители отделяют специальное стекло, в которое вмонтированы противовирусные перчатки С помощью которых проводится забор биоматериалов Зона пациента обеспечена вентилированием, системой дезинфекции, полностью обработкой после каждого пациента В помещении для медицинских работников там имеется компьютерное обеспечение с предварительной записью Мы записываем пациентов не просто так, а именно по предварительной записи Что даже когда они к нам приходят на забор в Москву, чтобы они по минимуму не пересекались между собой Одно из конструкторских бюро создало инновационную антиковидную рамку Которая идеально подходит для мест большого скопления людей Дезинфекция, измерение температуры и проверка обоняния всего за несколько секунд Умное устройство создали всего за полтора месяца В ближайшее время такая рамка должна появиться в общественных местах и на некоторых предприятиях Особенностью этого проекта была то, что сделать нам было максимально сжатое сроки Поэтому привлекались на проект всевозможные ресурсы, в части людских ресурсов, электроников и механиков Я считаю, что то, что у нас получилось, это достойный продукт, который не стыдно показать Антиковидный гейт работает в автоматическом режиме За время обработки на человека распыляется около 50 мл раствора Рамка спроектирована так, что антисептик попадает даже в самые труднодоступные места на одежде и подошву обуви В данном антисептике находятся иономидии серебра Которые создают определенный поверхностный слой на одежде И до 20-30 дней создают пролонгирующий антивирусный противобактериальный эффект Многоразовую защитную маску разработали ученые БГУ Инновационную продукцию будут изготавливать из белорусских материалов К слову, сегодня страна полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты И несмотря на то, что вирус постепенно отступает, а теплая погода расслабляет Медики советуют соблюдать меры профилактики Золотая подушка безопасности, билеты за полцены и всегда на чеку В Беларуси участились случаи интернет-мошенничества Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева У него самый подробный обзор громких заголовков Золотовалютные резервы выросли на 11,6% Более чем на 916 миллионов долларов Основные поступления – выручка от еврооблигаций, размещенных Минфином Помимо этого, в июне отмечен рост стоимости монетарного золота Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Беларуси Объем международных резервных активов на конец года Должен составлять не менее 7,3 миллиардов долларов Период действия сезонной скидки на проезд Для людей преклонного возраста продлили Билеты за полцены будут продавать до 31 октября И лишь при предъявлении пенсионного удостоверения В соответствии с указом президента Республики Беларусь С 6 июля 2020 года номер 252 Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста Предоставляется 50% скидка со стоимости проезда На железнодорожном транспорте общего пользования В поездах региональных линий эконом-класса На пригородном, водном и автомобильном транспорте общего пользования В стране участились случаи интернет-мошенничества Специалисты призывают граждан не вводить свои персональные и данные банковских карт На тех интернет-страницах, ссылки от которых пришли от других лиц Эксперты настаивают В случае необходимости совершить онлайн-платеж Необходимо тщательно проверить подлинность сайта Семейным капиталом воспользовались досрочно более 16 тысяч семей Из них 94% планируют улучшить жилищные условия Платные медуслуги и высшее образование Всего пособия получат более 85,5 тысяч многодетных семей Программа выплат продлена на 4 года Реализация программы семейного капитала с 2015 года Действительно показала свою эффективность И надо заметить, что количество детей, рожденных третьими и последующими Увеличилось на 40% за время действия программы семейного капитала По сравнению с предыдущим пятилетним периодом Центр гибридной хирургии введут в эксплуатацию в 2024 году По словам экспертов, операции, проводимые в нем, будут менее травматичны для пациентов, чем стандартная хирургия К примеру, провести клапан по сердцу можно будет малыми разрезами или пункциями Республиканский научно-практический центр кардиологии Наши диспансеры кардиологические, которые есть у нас 7 в областных центрах Дальше кардиологические отделения в районных больницах То есть это в целом вся система, которая обеспечивает оказание необходимой по всем современным стандартам Мировым стандартам кардиологическую помощь нашему населению В черный список Минлесхоза попали 75 организаций 17 с регистрацией в Могилевской области Основная причина – нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих введение лесного хозяйства У одного из индивидуальных предпринимателей Бобруйска отсутствовала оплата за лесосечный фонд Также в списке оказались Устинский леском, Зеленый Борсочковского сельсовета и Фантоп Большая вода в Украине, протесты в Сербии и Америке на ушах В США не утихают беспорядки, участились случаи погромов, поджогов и нападения на прохожих Моя коллега Анастасия Шевцова держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа Протесты в США не утихают больше месяца В штате Аризона на улицы вышли сотни человек Все закончилось стрельбой, полиция убила 19-летнего юношу В Индиане и Нью-Йорке машины протаранили толпы протестующих Есть пострадавшие, участились и случаи так называемого белого расизма Межрасовое напряжение дошло до Нью-Йоркского района иммигрантов Брайтон-Бич Там афроамериканка по непонятным причинам напала на жительницу русскоязычной общины Все подробности в конце больших итогов Спасибо! Мои коллеги Анастасия Шевцова и Владислав Боев с обзором громких новостей недели Мы продолжаем Во власти ритма Во дворе китайм-клуба на Чингарской прошел танцевальный вечер Плавные и свободные движения Гости практиковали сальсу, бачату и кизомбу Новичкам помогала хореограф с 12-летним стажем Эксперты сходятся во мнении Такие занятия поддерживают хорошую форму Развивают координацию Позволяют людям сближаться К летнему сезону 2020 в городе на Березине Подготовили росы прозвлечений под открытым небом Квест по Бобруйской крепости и конные прогулки Для любителей экстрима прыжки с парашютом и воздушные экскурсии Чтобы получить дополнительную дозу адреналина Можно прокатиться на багах или картинге Анастасия Шевцова попробовала все сразу Первая точка на карте развлечений Бобруйская крепость Здесь бок о бок с бастионами цитадели Расположился казачий конно-спортивный клуб Почувствовать себя настоящим всадником смогут все Малышей прокатят на плюшевых пони Взрослых на покладистых лошадях А если понравится, с радостью примут на обучение профессиональной верховой езде Прогулки проходят под чутким присмотром инструктора Если человек смелый, как говорится, у него есть задатки всадника Сначала мы садим, идем рядом В процессе они уже, скажем так, к концу проката Они уже управляют лошадьми сами На шагу Рысь, голопыт, конечно, нет Осматриваем окрестности крепости Общаемся и в то же время Показываем, объясняем, как управлять лошадью Вдобавок проведут экскурс в историю Расскажут подробнее о самой крепости И событиях, которые она пережила Для верховой прогулки лучше надеть длинные штаны Из обуви подойдут кроссовки Детям выдадут шлем Лицом к лицу с фобией Пощекотать нервы в телешоу «Форт Боярд» Мечтал едва ли не каждый человек в нулевых Квест по мотивам легендарного шоу Теперь в Бобруйске Правило, как в телевизоре Команда должна выдержать различные физические И интеллектуальные испытания, чтобы заполучить подарки Мы готовы и с детками играть Но им тоже будет интересно Потому что дети, животных, они меньше всего боятся Им наоборот интересно Но с животными, скажу честно, это самое интересное Самый такой захватывающий конкурс От него все в восторге Разгадывать тайны Бобруйской крепости Команде поможет ведущий На пути к заветной цели Участников будут ждать ожившие страхи Змеи, мадагаскарские тараканы и крысы Одна игра займет порядка полутора часов Следующий пункт на карте развлечений Улица Крылова Здесь развернулась практически настоящая гоночная трасса Разве что машины попроще Карты Они развивают скорость до 70 км в час Погонять на мини-болидах смогут и взрослые и дети Начиная с 6 лет Предоставляем шлема, перчатки Если необходимо, костюмы Как правило на картингах это быстро Ребята катаются в течение 10 минут Поэтому достаточно шлема и подшлемника и перчаток На грунте за городом экипировка серьезнее и машины больше К выбору спортивный автомобиль или багги К слову, права для них не нужны Инструктор на месте расскажет, как управлять машиной На экстремальную трассу допускают с 14 лет Если все развлечения на земле уже кажутся обыденными, можно отправиться в аэроклуб Обзорные полеты сегодня самый популярный вид услуг Бобручане смогут совершить вояж над городом с детьми любого возраста При условии, что ребенок не боится высоты Заядлым экстремалам клуб предлагает прыжки с парашютом Можно прыгнуть с 3 км высоты Тандем прыжок с мастером тандем Можно самостоятельный прыжок 800 метров выполнить Для выполнения прыжка 800 метров необходима еще подготовка 4,45 Около 5 часов Выбрать день для полета стоит заранее, без дождя, с ясным небом Воздушное приключение позволит побороть боязнь полетов И покажет, насколько прекрасен город и окрестности с высоты Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Андрей Богдан Итоги недели Ночлег в шатре, еда из котелка и задания на смекалку 15 июля заработают палаточные лагеря Активный отдых для школьников организуют центры доп. образования и туризма В этом году выбраться на природу под присмотром воспитателей смогут около 250 подопечных от 12 лет Смена продлится 9 дней В данных лагерях ребята будут активно отдыхать, оздоравливаться, набираться сил к новому учебному году Будет продолжена работа по обеспечению безопасных условий пребывания, в том числе от коронавирусной инфекции В этом сезоне в области оборудуют 61 профильный палаточный лагерь для 1400 детей Смены будут различной направленности, туристической, экологической, краеведческой и спортивной Кроме того, первых воспитанников примет круглосуточный военно-патриотический лагерь на базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка Отмечу, на деле стартовала вторая смена в загородных оздоровительных лагерях Ситуационные задачи конкурса загадки Бобруйские спасатели занимаются с детьми во время летнего отдыха, навещают воспитанников школьных лагерей Главная ставка на правилах поведения при купании Рассказывают, как уберечься от жары и грозы, что делать во время пожара Сотрудники МЧС проводят интеллектуальные батлы, популярная игра, где логика За правильные ответы участники получают полезные сувениры После спасатели уделяют время педагогам, напоминают, как пользоваться огнетушителями Безопасная кампания проходит в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Заплутали в трех соснах По статистике, летом люди чаще пропадают Как работают поисковые отряды? Моя коллега Мария Бушкевич ушла в лес и вернулась Бобруйчанин Артем Грудинский ищет пропавших вот уже 7 лет Спасательный отряд «Ангел» пришел сам Промышленный альпинист по профессии и не подозревал, что большую часть жизни посвятит помощи другим Теперь его позывной «Скаут» признается первую операцию поиска пожилой женщины в тальке Помнит, как сейчас Мы разделились на две группы, женская и мужская, которые одна кричала в одном месте женскими голосами, другая мужскими голосами И в результате она говорила, какой она лучше слышит голос, женский или мужской, мы определяли направление, куда нам двигаться Быстренько побежали на адреналине уже все, нашли бабушку, вынесли ее к месту, куда могла подъехать скорая на носилках В Беларуси около двух сотен обученных ангелов, спасенных жизней в разы больше Каждый готов выехать по тревоге и днем, и ночью Рекорд отряда – 6 операций за два дня Когда обычный поход за грибами заканчивается трагедией, чаще всего в лесу пропадают пожилые мужчины и женщины Аргумент «мы тут каждую дорожку знаем, ходили с детства» сработает не всегда Тропинка имеет свойство зарастать, а под лесок сбивает с пути даже грибников с большим стажем Мантра леса – прочесать местность Для этого территорию разбивают на квадраты в полкилометра, выстраиваются цепочкой Работают на отклик – пропавшего зовут по имени, так как его называют близкие Бывает прогулочный лес, бывает бурелом, бывает болото То есть мы болото можем проходить только два часа в одном направлении, эти 500 метров В поиске помогают приборы – компасы, фонари, навигаторы, радиостанции, дрон, оснащенный тепловизором с камерой Пару месяцев назад именно с помощью тепловизора удалось обнаружить трехлетнего Максима Суханова Мальчик пропал 22 мая в деревне Макаровка Бобруйского района Мы начали искать в течение полчаса, результатов не было Супруг отбежал все-всего в маленькую эту деревню Все, ну я обращалась, позвонила в 102 У меня шок был, я сознание два раза теряла, скорая приезжала, у меня давление скакало Я практически не думаю, что его живым увижу Как бы это лес, там кабаны, волки, ласи Ребенка искали 200 человек Спасательная операция продолжалась всю ночь Около 4 утра мальчика нашли спящим под деревом Максим оказался за 7 километров от дома Когда мальчика подвезли к дому, все участники поисков, это большое количество людей Были действительно рады, окружили всю машину, начали снимать все происходящее на мобильный телефон Аплодировать, некоторые даже не сдерживали слез Сегодня в Абруйске нет полноценного отряда «Ангел» При экстренных случаях на помощь отзывается лишь несколько человек Для поисков выезжает группа из Минска или Симуран из Жлобина Стать добровольцем очень просто Достаточно набрать короткий номер 7733 и один раз выехать на спасательную операцию Опытные поисковики говорят, это затягивает Собираясь в лес, стоит помнить о правилах безопасности Сообщите своим родным, знакомым или соседям, куда именно вы собираетесь Маршрут и когда планируете вернуться Возьмите с собой запас воды, продуктов на несколько дней, спички, нож, медикаменты Мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и сохраненными номерами экстренных служб Наденьте одежду яркого цвета «Если же вы заблудились в лесу, то самое главное первое правило – это успокоиться и не паниковать Необходимо прислушаться к лаю собак, к шуму машин, поездов Искать просеку ручей, идти вдоль линии передач Спасатели уверяют, чтобы не заблудиться, важно помнить простые правила Оставлять за собой следы, зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки Если самостоятельно выбраться из леса не удалось, звонить по телефону 101 или 102 Самый верный путь, дай мне звать Никуда не свернусь в нужный момент Останови, несмотря ни на что И я выбираю жизнь Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан Итоги недели Беспорядки в США, жизнь после ВИЧ и «Лебединая песня» На 92-м году ушел из жизни композитор Энио Морриконе Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей Слово Анастасии Шевцовой В США не утихают беспорядки Участились случаи погромов, поджогов и нападения на прохожих В штате Джорджия пришлось повторно ввести режим чрезвычайного положения Мобилизованы и бойцы национальной гвардии В Портленде полиция не справляется с хаосом Где каждую ночь радикалы группировки «Антифа» устраивают беспорядки На помощь местным силовикам прибыли десятки сотрудников федеральных агентств Которые приступили к задержанию активистов движения Протестные настроения перекинулись на Сербию Волну беспорядков вызвало ведение комендантского часа Тысячи человек вышли на улицы Белграда Протестуя против ведения новых ограничений Которые последовали за очередным всплеском заболеваемости коронавирусом В полицию летели камни и фаеры Одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента Полицейские применили слездачевый газ В результате беспорядков пострадали более 60 человек Украина продолжает ликвидировать последствия сильного опаводка Он затронул четыре области Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую Жертвами стихии, как сообщается, стали четыре человека Подтопленными остаются десятки населенных пунктов Разрушено более 200 километров дорог Повреждено свыше 500 километров Причиной стихийного бедствия стали многодневные проливные дожди В некоторых горных реках уровень воды поднялся на 2 метра Третий в мире пациент смог вылечиться от ВИЧ Это 36-летний житель Бразилии Его назвали пациент из Сан-Паулу Об этом случае сообщает журнал The Science Для лечения мужчины использовали агрессивную комбинацию антиретровирусных препаратов и витамина В3 Утраты для мирового искусства На 92-м году ушел из жизни композитор Энио Мориконе Некоторое время назад его поместили в клинику с переломом бедра Мориконе был знаменит своей музыкой, кинофильмом европейских и американских режиссеров Среди множества наград, которыми отмечен композитор Наиболее престижными были два Оскара, Грэмми и Золотой Глобус Произведения Мориконе наверняка помнят все Он был автором музыки к 400 фильмам Среди них «Однажды в Америке», «Профессионал», «Спрут», «Неприкасаемые» и множество других Вошедших в Золотой фонд мирового кино Саундтреки с элементами итальянского фольклора и нотками авангарда Навсегда останутся в памяти миллионов людей У меня все Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Диана Станкевич Новая неделя, новые итоги Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин